О, отпустили. Фуань. Тибао. Птича. Если скамейка мешает, можно чуть вперед выдвинуться. Сью-си. Фу-бао. Ту-тву. Ну, а следующие техники, которые мы с вами поработаем, это ся-фали, шан-фали. Ся-фали, ся-это акцент направления вниз, прорабатывается с позиции дин-бабу и наиболее близкий столб к этому ху-ниан-жуан. Вот, посмотрите, крыльки. Из этого крюка мы делаем усилия вниз, наружу и назад. И очень важно разобраться, как работает кисть. Все время вот здесь я как будто сжимаю и дергаю, и кисть меняется. Вот обращаю внимание на эти детали сразу. Итак. Естественно, начинаем в режиме шили вначале. И работа телом. Видите? Угу. Раскрытие. Компенсация. Вверх. Угу. Угу. И здесь немножко открывается ладонь, а потом сжимается. Движение вот такое, по дуге. Причем левое и правое, чуть-чуть там разница есть, но сейчас я не буду сильно этом фокусировать. Вот такие. И постепенно я чуть-чуть добавляю скорость, пока не фали еще. Собираю усилия, траекторию нарабатываю, фансон. Вот. И, возможно, вторая часть у нас будет начинаться с техники сяфали, шанфали. И в этом случае, если будет выкладываться две части, вы повторите, пожалуйста, наши столбы Яншен, затем Фуху Джуан и затем уже переходите вот к этим нашим техникам. С левой стороны притираю усилия. Угу. 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 Можно очередовать медленное. Чуть быстрее исполняем. Угу. 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 Ну, так, попритирали усилия и готовимся уже два плюс один. Угу. 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 Расслабляйтесь. И с левой стороны. На шагах я тоже 2 плюс 1 сделаю. Вперед-назад. С шагом мацабо обычно в Китае мы делали вся фали. Расслабляйтесь. 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 Здесь руки у нас сверху партнера. Мы делаем срыв. И после этого очень часто заходит дзуань-цуань. Я это сейчас покажу, как это работает вместе в связке. Мы, кстати, при поработке вся фали зачастую добавляли 1, иногда и 2 дзуань-цуань. Выглядит следующим образом эта работа. И, конечно, я к чему вел, что с партнером это все нарабатывать надо. Руки сверху я его дернул, партнер немножко завалился и встречный пошел удар снизу вверх. В этой связке как раз цельная комбинация, уже работает. Техника шан-фали. Шан подчеркивается направление вверх. Причем зачастую официально в техниках оно и не записывается. Но нет-нет, да, я и вижу, как она демонстрируется. И прямо вот это название шан-фали проскакивает. Поэтому я рекомендую его тоже и в программе у нас есть. Обратите на него внимание. И шан-фали в какой-то степени это антагонист ся-фали. Итак, в базовом варианте усилия, опять же напомню, что вариантов может быть много, в базовом варианте мы делаем, во-первых, в позиции динбабу и усилие у нас будет вверх, наружу. Развинчивание и винчивание собираем. То есть из позиции, допустим, нян-ан-фэй. При этом тело на раскрытие назад. Это, кстати, шан-фали, можно сказать, в частном случае цепишили. Обратите внимание, вот цепишили, да, шан-фали. То есть более укороченные. Возможно, поэтому и отдельно не выделяет иногда шан-фали. Надо помнить, что акцент ВЦО не на техниках, а на разных вариантов поработки тела с разных ракурсов. И можно считать, что цепи шан-фали в какой-то степени порабатывают. Но, тем не менее, более короткий вариант шан-фали мы выделим и поработаем с ним. Поехали. Начинаем потихонечку. Такое достаточно быстрое движение, но не форсируем. С левой стороны. И два плюс один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Не забывайте, что фалия очень важно сочетать с фонсуном Промежуток сделали три раза, можно чуть больше поставить и расслабиться Если чувствуете закрепощение, пошло лучше остановиться, встряхнуть, расслабить и вернуться к технике На шагах сделаем шанфали Я на основе шага Мацабута уже сделаю Хотя можно, конечно, и представное в разных вариантах поделать И два плюс один сразу варианты Субтитры сделал DimaTorzok Важно не только в этом движении, но и здесь. Вот это движение тоже важно, проработка усилий. На штом уровне у нас есть такая техника, выделена как срыв дистанции, вход. И это органично связано со столбом Фухуджуан. Вот как-то мы с Яо общались, варианты юнфа, методов применения, что касается Фухуджуан. Помимо укоренения, если, допустим, вас хотят бросить, понижение центра тяжести, укоренение, оно хорошо работает. Для применения мощных техник хорошо вниз уходить. Ну и за счет того, что у нас длинная позиция, мы прорабатываем усилия, это нарабатывает способность хорошего ощущения тела на длинном шаге. И зачастую, когда нам нужно резко сорвать дистанцию, вот этот вход быстро сделать, сорвать дистанцию. Вот. Фухуджуан, видите, да, когда я делаю шаг, внешне даже похоже в этой дистанции, да, сюда, да. То есть мы можем тактически выбирать на маленьких шагах, приставной шаг, забыл смену, нащупывать дистанцию, вот. И потом резко войти. Либо на микро шагах выйти на критическую дистанцию для атаки. Вот. И мы примерно в таком варианте сейчас в боевой стойке поработаем. Свободные перемещения, приставной шаг, смена позиций, вот, различные по дуге, возможно, убо, то есть абсолютно свободно. И на каком-то этапе пробуем сделать срыв дистанции. Поехали. Точно так же, кстати говоря, срыв дистанции и назад разорвать дистанции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова то есть важно чтобы я тело не развалилась чтобы не было вот таков и а это кстати для села плохо сразу поясница чувствуется вы должны целостно сорваться войти можно потом добавлять различные действия рук тот же кстати говоря фуань шелит заю но таким образом примерно наработка когда нет партнер когда есть партнер конечно вот это чувство дистанции разрыва входа нужно с ним нарабатывать в промежуточных не надо сразу там зарубаться учебное задание дается и один ученик партнер помогает другому